Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников, и наш сегодняшний ролик будет посвящен процессам передачи энергии в различных средах и такому понятию, как вектор умного пойнтинга. Это понятие впервые было введено в 1874 году русским физиком Николаем Алексеевичем Умовым в его докторской диссертации, и ввел он его применительно к упругим средам. И для того, чтобы начать обсуждение идей Умова, мы построили вот такую нехитрую установку. Здесь имеются два колеса, связанные веревочной передачей, а за одним из экранов находится электродвигатель. Я запускаю установку, она пришла в движение, и в результате энергия передается от электродвигателя по веревочной передаче на противоположное колесо. Но спрашивается, вот глядя только на эту часть установки, на две веревки, которые движутся в противоположных направлениях, можно ли узнать, где у нас находится источник энергии, а где находится потребитель, и в какую сторону передается энергия. Я должен заметить, что если я поменяю плюс на минус, электродвигатель будет вращаться в другую сторону, в противоположном направлении начнут двигаться и части веревки, а передача энергии все равно будет происходить в том же направлении, что и при прошлом испытании. И вот, каким образом мы можем узнать, куда эта энергия передается, глядя на веревки? Сейчас мы, вслед за Умовым, это обсудим. И вот я изобразил здесь два шкива, один на стороне источника энергии, другой на стороне потребителя. Вращение происходит против часовой стрелки, и верхняя часть веревки движется от потребителя к источнику, а нижняя от источника к потребителю. И понятно, что это движение происходит с одинаковыми скоростями. Чем же отличаются эти две веревки? Отличаются они тем, что веревка, которую тянет на себя источник, натянута сильнее. Нижняя вообще могла бы провисать и быть ненатянутой. И это натяжение я здесь изображу вот такой условной стрелочкой с двумя концами. И теперь мы понимаем, что хотя эта веревка движется в нашу сторону, к источнику, но энергия передается от источника к потребителю по этой веревке в противоположную сторону, не туда, куда движется сам материал веревки. Ну, а если нижняя веревка все-таки частично натянута, то ее натяжение в этой ситуации должно быть более слабым, чем натяжение верхней веревки. И тогда по нижней веревке тоже передается энергия. И передается она, между прочим, от потребителя к источнику, только этот поток меньше этого. И разность двух потоков, это и есть та энергия, которая в целом передается системой от источника к потребителю. Ну и вот эти идеи на первый взгляд выглядят такими странными, что когда Умов защищал свою диссертацию, оппоненты чуть было его не завалили, а дискуссия продолжалась целых шесть часов, что не будрено. А если говорить про передачу энергии в целом, то я снимаю вот этот экран. Мы видим, что электродвигатель находится здесь. И это и означает, что при любом направлении вращения электродвигателя и движения веревок энергия от двигателя к противоположному колесу всегда передается в одну и ту же сторону. И эту мысль о передаче энергии с помощью веревки я хочу повторить еще раз. Веревка может работать только на растяжение. Я тяну ее, веревка растянута, и энергия передается от меня к грузу, против движения веревки. А теперь груз опускается, и энергия передается от груза ко мне, и опять-таки против движения веревки. А вот жесткий стержень, в отличие от веревки, может работать не только на растяжение, но и на сжатие. Когда я тяну груз и совершаю работу против силы трения, все происходит так же, как в случае веревки, энергия передается против направления движения стержня. А когда я толкаю и опять совершаю работу против силы трения, стержень сжат и энергия передается по направлению движения стержня. А сейчас я сделаю еще более удивительную демонстрацию, поднимая груз с помощью горизонтальной палки. Палка работает на изгиб и поднимается вверх, а вот энергия по палке передается опять-таки горизонтально от меня к грузу. И здесь надо сказать, что в таком представлении энергия становится для нас из абстрактной сущности, локализованной субстанцией, причем отличной от субстанции вещественной. Поскольку вещество в наших картинках может двигаться в одном направлении, а энергия передаваться по этому веществу совсем в другом направлении. И особенно ярко такое представление о передаче энергии начинает работать, когда мы рассматриваем передачу энергии волной. Поскольку отдельные частицы вещества совершают свои колебания, скажем в продольной волне вот так, а сама волна передается туда и вместе с ней туда передается энергия. Или в поперечной волне колебания происходит в одном направлении, а волна движется в другом направлении и в том же направлении передается энергия. И теперь давайте посмотрим на анимацию, в которой показано распространение звуковой волны в газе. И будем следить за красной частицей. Смотрите, там где газ сжат, частица движется в направлении движения волны. А те там где газ разряжен, частица движется в направлении противоположном движению волны. И это как раз наша ситуация, как мы ее обсуждали с палкой, а энергия как в том, так и в другом случае распространяется в направлении движения волны. И теперь настала пора перейти от передачи энергии в упродих механических средах к передаче электрической, а лучше сказать электромагнитной энергии. И соответствующие идеи были высказаны английским физиком Джоном Пойнтингом в 1884 году. То есть 10 лет спустя после того, как Умов рассматривал эти идеи применительно к механическим системам. С этой целью мы построили вот такую демонстрационную установку. Два металлических уголка изображают линию электропередач. Я нагружаю ее с одной стороны от источника постоянного напряжения. Ну и я знаю, что я плюс подал на верхний рельс, а минус на нижний. А на другой стороне установлены нихромовые спирали, которые в совокупности имеют сопротивление 2,5 Ом. Я подаю напряжение 2,5 В, ну и соответственно по цепи течет ток в 1 А. Ну причем я-то конечно знаю, где он течет в одном, а где в другом направлении. Но теперь представьте себе, что мы смотрим только на среднюю часть. А источник и потребитель от нас удалены, давайте закроем их экранами. И как мы глядя сюда на линию электропередач, можем узнать в какую сторону по ней передается электрическая энергия. Направление тока в этих проводах мы уже знаем, а если бы не знали, пришлось бы использовать какой-нибудь амперметр. А еще мы можем узнать разность потенциалов напряжения между этими проводами. Я общий подсоединяю к нижнему проводу, измерительный к верхнему. Теперь включаю источник и вижу, что напряжение между верхним и нижним проводом составляет 2,5 В, чуть больше. А теперь я поменяю выводы. Ну и соответственно, показания вольтметра поменяла знак, минус 2,5. И зная показания амперметра и вольтметра, мы сможем узнать, в какую сторону передается по этим проводам энергия. И вот я изобразил нашу линию электропередачи. Слева находится источник энергии, а справа потребитель. Красным цветом показано направление электрического тока. Ну понятно, что мы предполагаем, что перемещаются воображаемые положительные заряды. И синим цветом направление электрического поля. Источник совершает работу, перемещая положительный заряд из области меньшего потенциала в область большего потенциала. Потом заряд передается по проводу. Если в проводе нет потерь, то весь провод находится под одним потенциалом. И опускается в потребители в область меньшего потенциала, отдавая свою энергию. Ну а кому нравится все это выражать на языке движения отрицательных зарядов, тот все прекрасно переведет и на этот язык. Ну и в целом, мы знаем, что энергия передается в направлении от источника к потребителю. И поэтому мы можем сформулировать правила для исследуемой нами области. Для самой линии электропередач нам надо посмотреть, какой из двух проводников находится под более высоким потенциалом и в какую сторону там течет электрический ток. Туда же передается и электрическая энергия. Но, кстати сказать, для того, чтобы узнать направление электрического тока в проводах, не обязательно было их разрезать и вставлять туда амперметр. Ведь мы можем воспользоваться магнитным действием тока. Взять компас и расположить его стрелку между проводами. Включаем источник и развернувшаяся стрелка компаса показывает нам направление магнитного поля. Теперь мы вернемся к нашей схеме и изобразим на ней направление магнитного поля, охватывающего провода с помощью правила буравчика. Ток течет в верхнем проводе туда, от нас, значит, поле выходит из плоскости в нашу сторону во внешней части этого контура и входит в плоскость внутри петли. Поля расставлены. А теперь представьте себе, что нам известны только поля вот в этой области и ничего больше. И, зная направление электрического и магнитного поля, мы опять-таки можем определить направление потока энергии. Все с помощью того же правила буравчика. Нам надо совместить рукоятку с направлением электрического поля, сделать поворот в сторону направления магнитного поля и движение буравчика, покажет нам при этом направление потока энергии. Наше рассуждение было построено на специальном простом примере, а вот Пойнтинг взял уравнения Максвелла и вывел из них в общем виде следующее утверждение. Там, где в пространстве имеются скрещенные электрические и магнитные поля, имеется и поток энергии. А мощность, передаваемая через площадку единичной площади, равна векторному произведению этих двух векторов. И сейчас мы приложим эту векторную схему к источнику и к потребителю электрической энергии. И мы начнем с потребителя электроэнергии. Пусть это будет обыкновенный резистор. Электрическое поле в нем со-направлено с направлением электрического тока. Магнитное поле охватывает резистор, как показано на этой схеме. И при таком расположении электрического и магнитного полей, вектор Пойнтинга со всех сторон смотрит внутрь резистора. Так что электромагнитная энергия втекает из пространства внутрь резистора. А вот со стороны источника, здесь у меня изображена батарейка, и в ней электрическое поле противонаправлено направлению электрического тока. Так как здесь действуют сторонние силы, заставляющие заряды течь. Ну и соответственно электрическое поле все так же направлено вниз. Здесь нарисовано, как магнитное поле охватывает батарейку. Ну и при таком расположении полей, вектор Пойнтинга со всех сторон от батарейки направлен наружу. Электромагнитная энергия вытекает из батарейки, во все стороны распространяется в пространстве. И конечно все это может показаться умствованием теоретиков. Ну какое такое распространение энергии в пространстве, когда все понимают, что электрическая энергия передается по проводам. Однако эта теория работает. И работает в полной мере, когда она применяется к распространению электромагнитных волн в пространстве. И к передаче энергии в этих волнах. И на этой схеме изображена электромагнитная волна с осцелирующими электрическим и магнитным полями. Векторы этих полей перпендикулярны направлению распространения волны и друг к другу. Электромагнитная волна является поперечной. А вектор Пойнтинга, показанный зеленым цветом, перпендикулярен векторам обоих полей. И он направлен в ту же сторону, куда движется волна. Поля периодически меняют свое направление на противоположное. А вектор Пойнтинга всегда смотрит в одну и ту же сторону. Хотя и меняет свою величину. А происходит это потому, что векторы электрического и магнитного полей меняют свое направление одновременно. С понятием вектора Умова Пойнтинга связано достаточно много интересных вопросов, проблем и даже парадоксов. И мы планируем обсудить их в следующих роликах этой серии. А начну я с такого вопроса, связанного с механической трактовкой этого вектора. Вот у меня струбцина, в нее зажата трубка. И я еще так подкручиваю посильнее, чтобы здесь увеличились сжимающие напряжения. А теперь представьте себе, что вы движетесь мимо этой трубки в ту сторону. И это все равно, что она движется мимо вас в этом направлении. И вы видите движущийся материал трубки. И знаете, что в ней наличствуют сжимающие напряжения. Следовательно, по нашим предыдущим рассуждениям, по такой трубке сейчас передается поток энергии. Но это же очень странно, ведь никакая работа вроде бы здесь не совершается на входе и не расходуется на выходе. Как же разрешить этот парадокс? Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!